Почему вновь и вновь, посещая города, мы знакомимся с их историей? Ведь на первый взгляд может показаться, что сегодня важнее экономика, население, доходы города. Потому что история населенного пункта – это его происхождение и потенциал. Ничего не появляется на пустом месте. Каждый город полон удивительных судеб, историй преодоления трудностей, историй взлетов и падений. Изучать историю родного города и родного края так же важно, как изучать свою родословную, для того, чтобы понять, кто мы есть и зачем. Нам в наследство остались свидетели истории – дома, улицы, таблички, памятники и исторические документы. Чем пристальнее мы будем вглядываться в них, и чем больше будем знать, тем лучше будем понимать себя сегодняшних. Субтитры создавал DimaTorzok Добавим в галерею образов городов Башкирии еще один очень важный. Стерлитомак – соляная пристань, уездный городок, купеческий город, в котором купцов было больше, чем в Уфе, и, наконец, столица. Во все исторические периоды Стерлитомак был очень значим для истории края родного. В конце 18 века дороги обеспечивали торговое и почтовое сообщения. Остановками служили небольшие почтовые станции – ямы. После возникновения Оренбургской крепости две точки на карте Уфа и Оренбург соединялись как раз с Оренбургским трактом. Он связывал две столицы и делал их ближе. Как Стерля впадает в Ашкадар, а Ашкадар в Белую, так и улицы центра города Стерлитомак образуют вместе старинный Оренбургский тракт, который был виновником, если уж не появление самого города, то точно почтового яма близ татарской деревни – Стерлитомак. Один почтовый ям по опыту следования Оренбург-Уфа постепенно вырос в Мелиуз. Другому почтовому яму, благодаря наличию других транспортных связей, повезло больше. Он стал удобен для сообщения между становящимися в XIX веке металлургическими заводами. И вот уже дороги, выгодное расположение, растущая связь с другими населенными пунктами определили место в истории центра притяжения с татарским названием Стерлитомак, то есть устье реки Стерли. Хорошо, а название реки Стерля тогда как образовалось? От еще двух тюркских корней – С-3 и Терле – разные. Действительно, Стерля в районе Стерлибашево берет свое начало от трех разных ключей. Ну и вы не могли не заметить созвучия слов Стерля и Стерлибашево. Таким образом, мы попутно с вами узнали о происхождении названия еще одного населенного пункта. В 1773 году деревня Стерлитомак была полностью сожжена пугачевцами. По названию этой деревни пристань потом стали назвать Стерлитомакская. Стерлитомакская пристань, соляная пристань, она возникла в 1766 году по инициативе Савы Тетюшева. Он был купец, предприниматель, вхожий в императорский двор. Дело в том, что в то время соль называли белым золотом. Была государственная монополия на соль. Тот, кто владел соляным месторождением, тот имел огромные доходы. А соляная пристань уже на белой была в Бугульчане. Это на территории нынешнего Белевинского района. Из Саренбурга доставляли в Бугульчанскую пристань эту соль, и ее по белой сплавляли. Савы Тетюшев уговорил Екатерину II, что выгодно построить пристань на Ашкадаре. Хотя это было дальше, на 90 километров, чем Бугульчан. Ну, Екатерина подмахнула этот проект. Он обещал там миллион пудов соли. Значит, приехали сюда, начали строить эту пристань Ашкадарскую. Выяснилось, что Ашкадар не сюда ходит. Пришлось строить плотину. И только в весенний паводок можно было эту соль с баржами сплавлять белую, и оттуда по белой дальше. Таким образом, проект с переносом соляной пристани был чистой воды авантюрой. В декабре 1766 года был выслан обоз на зимних санях с объемом соли в треть меньше обещанного миллиона пудов в год. Пристань была перенесена обратно в Бугульчан. О предприимчивом Тетюшеве больше никто ничего не слышал. Ностер Литамак берет свое начало не с появления Ашкадарской пристани в 1766, а с указа императрицей о новом административном делении в 1781. Были образованы уезды. К каждому уезду полагался город. И одним рощерком пера были созданы десятки, сотни городов. И одним из них стал Стерлитамак. Благодаря этому указу Екатерина II в один год становятся городами Стерлитамак и Белебей. Город был перенесен с Ашкадария сюда. Был составлен план города. В 1794 году был утвержден план застройки города. Базарная площадь в самом его центре на этом плане уже имеется. По периметру площади множество красивейших купеческих особняков. С разными историями, разным состоянием. А вообще в купеческом Стерлитамаке было аж целых три больших городских площади. Это площадь Соборная, на которой стояла церковь во имя Казанской Божьей Матери. Сначала деревянная, а затем и каменная. Базарная, ранее она называлась Синная. И ярмарочная. И на них основными сооружениями, конечно же, были дома купцов, их лавки и магазины. И это не случайно. Ведь Стерлитамак сразу задумывался как город купеческий. Сюда из Оренбургской и других губерний переселяли купцов. Два раза в год весной и осенью все сильные мира сего съезжались на ярмарку в Стерлитамак со всего света. Каждый купеческий город имеет свою специализацию. Стерлитамак был кожевиной столицей. Нередки были упоминания здесь так называемых кожевиных заводов. То есть небольших мастерских по обработке кожи. Об этом свидетельствуют названия старинных улиц. Большая заводская ныне Карла Маркса и малая заводская ныне Степана Халтурина. Готовая кожа отправлялась по реке в другие города. Красивое купеческое здание на площади – дом самого известного стерлитамакского купца Боязитова. В советские годы были добавлены каменные массивы в здание. Теперь здесь располагается русский стерлитамакский театр. А напротив – торговые ряды того же Боязитова. Это уникальный случай новодела – восстановленных исторических торговых рядов по инициативе купцов уже современных. В 90-е годы торговые ряды были снесены. В 2015-м предприниматель Гарифуллин за собственные деньги реставрирует снесенное по старым фотографиям. В торговых рядах Хисамудзин и Калимула Боязитова продавали кашемир, ситец, шелк. После революции помещения были национализированы, а братья подвергнуты репрессиям. Мы стоим на улице Мира в стерлитамаке. Она повидала разные миры и строя, о чем свидетельствуют ее названия в разные годы. Дворянская, Сталина и, наконец, последняя – Мира. Кстати, стою я на улице Мира рядом с огромным красивым магазином – купца Александра Викторовича Дьяконова, построенным в 1893 году. Здание большое, почему можно догадаться, что посуду здесь можно было найти самую разную, на самый взыскательный вкус. От глиняных чашек для мещан с окраин до изысканных комплектов на заказ для представителей высших слоев. Венцом и центром базарной площади купеческого города Стерлитамак все же стало сооружение советского периода. С появлением кинокомплекса «Салават» связана забавная история. Дело в том, что появиться он должен был как раз накануне постановления Хрущева об архитектурных излишествах. Тогда мудрое руководство города за ночь вырвало котлован, а на утро в Уфу было отрапортовано о начале строительства. Так нам в наследство остался один из самых поздних памятников сталинского ампира. Напоследок давайте посмотрим на Стерлитамакский памятник деревянного зодчества своим видом вполне заслуживающий звание «Шедевр». Это усадьба купца-мецената Алексея Васильевича Кузнецова, построенная в начале 20 века. Фасад этого дома украшен фигурным деревянным фронтоном и двумя угловыми деревянными двухъярусными парапетными столбиками. Владелец, купец Алексей Васильевич Кузнецов в молодости был, не поверите, бурлаком на Волге. Вложил заработанное нелегким трудом в торговлю хлебом, владел паровыми мельницами. Будучи меценатом, Кузнецов выделял деньги не только на строительство приходского училища и домов для своих крестьян, но и даже на реставрацию Аксаковского народного дома, ныне театр оперы и балета, в Уфе. Вообще в Башкирии всего четыре города с дореволюционной историей. Есть такие, как Дерцюли и Благовещенск, имеющие исторические памятники, но городами, ставшие уже в 20 веке. Четыре города – это Стерлитамак и Белебей, ставшие городами в один год, Уфа и Бирск. На примере Стерлитамак очень хочется показать, как должен выглядеть исторический центр города. По состоянию этой площади сразу видно, что и жители Стерлитамака, и его руководство город ценят и любят именно как исторический в первую очередь. Здесь повсюду упоминания. Вот, например, схема пешеходной зоны старого города с указанием всех достопримечательностей. На обелиске города мы видим информацию о его истории. И еще один указатель, где мы видим все важное для туриста – это музей, театр, отель и памятник. Начали мы выпуск с интригующего факта о том, что в начале пути молодая республика Башкортостан избрала своей столицей именно этот город. 23 марта 1919 года создана первая советская автономная республика – Башкирия. В эти годы, вплоть до 1922-го, она лишь формировалась. До современных границ республики было еще далеко. Интересно, что в территорию молодой Башкирии не входили ни Стерлитамак, ни Уфа. С 1922-го Башкирия расширяется. В состав входит Уфимская губерния, в связи с чем и было решено поменять столицу. Кстати, импровизированную экскурсию по родному городу мне проводят, пожалуй, самый лучший кандидат на эту роль. Автор 10 книг о Стерлитамаке, заслуженный работник печати, почетный краевед республики Башкортостан, корреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Фаяс Юмагузин. Каждый шаг прогулки с ним был как перевернутая страница его увлекательнейших книг. В 20 веке было еще немало ярких страниц у этого славного города. Но все-таки хочется, чтобы в памяти дорогого зрителя он остался именно как город купеческий, город уездный, формировавший свое уникальное лицо с конца 18 века. Благо, сохранившихся архитектурных памятников для этого предостаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова